В жуткой аварии на трассе М5 погибли три человека. Автоледи за рулем минивена не справилась с управлением и влетела в грузовик. Дама и две ее пассажирки погибли на месте. В Чебаркульском районе иномарка Mitsubishi Space Star выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania. 21-летняя автоледи и ее две пассажирки погибли. Водитель большегруза не пострадал. По предварительным данным в ДТП виновата погибшая, которая не справилась с управлением и выехала из своего ряда. А в 40 километрах от Челябинска, недалеко от поселка Витамины, перевернулась легковушка. По одной из версий, причиной ДТП стало то, что во время движения у машины отлетело переднее колесо. На 88-м километре автодороги Челябинска-Екатеринбург встретились Ford Focus и грузовой Renault Premium. 64-летний водитель легковушки выехал навстречу столкновения лоб в лоб и сбежать не удалось. Пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. За рулем фуры находился 37-летний мужчина. Он не пострадал. На Троицком тракте Hyundai выехал за пределы дороги. Сначала машина влетела в столб, а после того, как ее откинуло, попала под грузовик. Иномарку смяло, как лист бумаги. Чудо, что водитель легковушки выжил. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Огромная пробка на мосту на Копейском шоссе образовалась из-за массовой аварии. Гололед стал причиной самого настоящего апокалипсиса. Автомобилисты насчитали 17 пострадавших транспортных средств. Кто-то въехал в бордюр, кто-то друг в друга. На улице Братьев Кошириных в районе Челгу проезжую часть не поделили белый Renault Logan и Hyundai Santa Fe. По словам очевидцев, иномарка влетела в француза. Для того, чтобы достать водителя из пострадавшей машины, спасателям пришлось вскрывать крышу транспортного средства. Пострадал 37-летний водитель Renault. Его пассажиры получили травму, они отправлены в больницу. 15-летняя пассажирка Hyundai направлена на амбулаторное лечение. Кристина Дейнеку, 31 канал.